На седьмом новости понедельника. Добрый вечер. О событиях в стране и мире расскажут корреспонденты информационной службы. В прямом эфире ведущая в студии Сандукар Султанова. И Тимур Мухаммадеев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Унесенный ветром мощный ураган в семье снес крыши домов и повалил деревья. Сотни людей остались без света и холодной воды. Огонь по полиции. В Карагандинской области шесть человек пострадали в результате стрельбы на поражение. Алматы стал прижескоростной поезд ИСУ. Сократил время пути до Петропавловска почти два раза. Вагон-бар, вагон-ресторан, особый климат-купе и средняя скорость 100 км в час. Ольга Витукевич встречала первых пассажиров, которые более скучно стали еще и независимыми экспертами. Мы расскажем, какие звезды казахстанского и мирового кино прибыли в столицу для участия в фестивале экшн-фильмов «Астана». Сокрушили и доказали. За триумфом сборной Испании следили 150 миллионов человек по всему миру, в том числе и в Алматы. Семей продолжает ликвидировать последствия разрушительного урагана. Он обрушился на город в минувшие выходные и стал причиной перебоев с водоснабжением и подачей электроэнергии. Коммунальные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и тонн мусора. Но сложнее всего пришлось жителям нескольких жилых домов, а также владельцам торгового центра. Сильнейший ветер разрушил кровлю зданий. Подсчитать ущерб предстоит и автовладельцам. В эпицентре урагана оказалась одна из городских автостоянок. Бахтяр Даркеев оценил масштаб бедствия. Ураган обрушился на Семей 30 июня. По данным управления ПЧС, скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Его порывы сносили рекламные щиты, ломали деревья и выбивали окна домов. Среди пострадавших жителей этого общежития ветер в буквальном смысле слова оставил их без крыши над головой. Кровлю дома в прошлом году отремонтировали по государственной программе за 20 миллионов тенге. Сейчас решается вопрос о создании комиссии о признании вины, чья вина. Или это действительно стихийное бедствие, или это будет все-таки возмещение ущерба со стороны подрядчика. И нам пообещали, что в ближайшие дни крыша будет восстановлена. Крышу в этот день снесло и на одном из торговых центров города. Только вот последствия от стихии здесь куда более серьезнее. В результате ЧП кровля упала на территорию автостоянки, где в этот момент стояло несколько транспортных средств. Пришел, я смотрю, машина вся разбита. Мне 75 лет, я теперь должен на чем-то двигаться. И ремонт потребуется где-то 50-70 тысяч. На ремонт надо угрожить. Вот так. И дачу теперь у меня, надо ее обслуживать. А как, на автобусе двигаться теперь. Это еще и нога больная. Ураган в регионе бушевал около часа. Сильный ветер также повредил несколько линий электропередачи и насосные станции. В результате этого 5 микрорайонов осталось без холодной воды. Порядка 600 абонентов без света. Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Создана рабочая комиссия. Было заседание вчера. Здесь в утро комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас определяется список объектов пострадавших. И определяется ущерб. Городские службы до сих пор ликвидируют последствия стихийного бедствия. На улицах работают аварийные бригады. Они расчищают дороги от поваленных деревьев и мусора. Ветер снабжения и подача воды в квартиры и гаража уже полностью восстановлены. Бахтия Даркеев, Бауржан Дайрбеков. Седьмой канал. Семей. Шесть человек пострадали в результате перестрелки в поселке Атасу Карагандинской области. ЧП произошло этой ночью. На одной из улиц населенного пункта завязалась драка. На место происшествия выехал заместитель начальника ОВД Жена Аркинского района. В момент, когда полицейский автомобиль приблизился к группе людей, прозвучали выстрелы в направлении толпы. В результате огнестрельные дробовые ранения получили пять жителей поселка. И сотрудник полиции ему оказали помощь. На месте остальных пострадавших доставили в районную больницу. На сегодняшний день, значит, установлены, сзади установлены двое человек. В одной из них по ходе санкционированного обыска изъят обрез 16-го калибра и к нему патроны. На сегодняшний день назначены все необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится расследование. В октябре арестованы единственные из выживших, а фактически последние из группы подозреваемых в убийстве местного полицейского. Об этом сегодня сообщили в областном суде. Все это время студент Октябрьского колледжа связи и коммуникации Габит Курманкул находился в больнице с огнестрельными ранениями. Напомню, ранее неизвестные совершили разбойное нападение на водителя такси, а позже открыли огонь по сотрудникам полиции, прибывшим на место преступления. От полученных пулевых ранений инспектор дорожной полиции Тимирбек Жакселыббаев скончался на месте. Троих нападавших правоохранители нашли в одном из частных домов города. В ходе спецоперации по задержанию злоумышленников двое были убиты в перестрелке, а третий, студент, ранен и доставлен в больницу. Отмечу ранее, в МВД сообщили единственный подозреваемый пока не может давать показания. Но, как сегодня заявили в областном суде, Габит Курманкул уже арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве. Габит Курманкул В последнем составе преступления уголовное дело не возбуждалось. Во всех допущенных нарушениях полицейские винят ответственных за проведение ЕНТ. В итоге, по результатам служебного расследования, шесть сотрудников УВД района Сарарка привлечены строгой дистанальной ответственности за непринятие мер по пресечению противоправных действий. Напомню, месяц назад в ДВД Астаны поступила коллективная жалоба от родителей. Они заявили, что телефоны шпаргалки у детей искали даже в нижнем белье. Этот факт позднее признал и министр образования и науки Бахаджан Жумагулов. Президент Назарбаев пригласил бизнесменов из Македонии строить в Казахстане предприятие и жилье. С таким предложением предпринимателям с Балканского полуострова глава государства обратился сегодня в ходе встречи с президентом Македонии Георгий Иванова. Это первый официальный визит Иванова в Казахстан. После традиционной церемонии приема главы государства позавтракали и провели переговоры в узком составе. Президент Назарбаев подчеркнул, визит македонского лидера прежде всего должен расширить торгово-экономические отношения. Президенты договорились защищать взаимные инвестиции, а также избегать двойного налогообложения. Я предложил деловым людям в Македонии принять участие в индустриальной программе Казахстана, жилищной программе и инфраструктурной программе, в том числе в энергетике и других областях. С македонской стороны нас интересует в плане развитой перерабатывающей промышленности как в сельском хозяйстве, так и в легкой промышленности. В фармацевтике, в чем нуждается Казахстан, в мощном строении. Отмечу на сегодняшний день, торгово-экономические отношения между Казахстаном и Македонией складываются не лучшим образом. В этом году товарооборот между двумя странами составил всего 379 тысяч долларов. И что самое удивительное, по официальным данным, объем казахстанского экспорта всего порядка 200 долларов. После подписания двусторонних соглашений, Нурсултан Назарбаев провел для своего македонского коллеги краткую экскурсию по Аккорде. Георгий Иванов поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и пригласил его посетить Македонию с официальным визитом. Георгий Иванов, президент Казахстан Тезис о необходимости отставки Башара Асада Это не вписывается в принцип инклюзивности политического процесса в Сирии. Это не вписывается в положение устава ООН о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Это не вписывается в логику принятого сегодня документа, где говорится, что судьбу своей страны во всех ее аспектах должны решать сами сирийцы. Пока международное сообщество пытается положить конец кровопролитию в Сирии, в стране продолжается насилие. Минувшие выходные в результате обстрела похоронной процессии в Дамаске погибли 30 человек. Всего за время конфликта, по данным ООН, погибли более 10 тысяч мирных жителей. Посольству Казахстана в Москве может быть возвращено здание на чистых прудах, незаконно захваченные предприниматели. Об этом сегодня заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Алтай Абибулаев. Он также опроверг слухи о том, что казахстанская сторона поднесла убытки в связи с этим скандалом. В настоящее время посольство Казахстана в Москве проводило переговоры с исполнительной властью Москвы о выселении известных лиц, самовольно и незаконно захвативших подвальное помещение для коммерческой деятельности в доме номер один по Чистокрудному бульвару. Напомню, что российская сторона должна была передать представительству нашей республики исторический особняк на чистых прудах. Оказалось, что подвал в здании уже находится в собственности Олега Черкасова. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Первое слушание по иску департамента имущества Москвы к Черкасову запланировано на 23 июля. Накануне в Карагандинской области встречали очередную экспедицию с Международной космической станцией. Капсула с тремя космонавтами приземлилась юго-западнее же с Казганом. Поисково-спасательная операция прошла успешно. Я считаю, что все прошло планово, все прошло хорошо, успешно. Космонавты себя сейчас чувствуют после тяжелой работы, которая прошла в космосе. Они удовлетворительны, они в руках врачей. Сейчас их доставят вертолетами прямо сюда в аэропорт. Последнее слово за врачами. По традиции перед отправкой домой члены экипажа МКС встречаются с журналистами. Но на этот раз в здании аэропорта приветствовали только голландского космонавта Андра Кейперса. Остальные участники экспедиции из-за плохого самочувствия не смогли пообщаться с прессой. Но позже выяснилось, что и Андрей Кейперс по рекомендации медиков отказался от участия в пресс-конференции. Лично с космонавтом разрешили поговорить только о Киму Караганинской области и Бельгазе Кусаинову. За всю историю МКС это первый случай, когда ни один из космонавтов не смог присутствовать на встрече с журналистами. Ситуация нетипичная, но не чрезвычайная, заверили представители НАСА и Роскосмоса. Они полетели в космос пять с половиной месяцев назад. Очень у них продолжительная и напряженная экспедиция была. И последние несколько недель они провели в подготовке к посадке. Так что им просто нужно отдохнуть. Так бывает часто. Сразу после встречи российского космонавта Олега Каноненко отправили в Подмосковье. Американец Дональд Петтит и голландец Эндрик Кейперс вылетели в Хьюстон. Там они пройдут постполетную реабилитацию. Это новости на седьмом канале. Смотрите во второй части программы. Уже через пару минут вы узнаете, какие звезды казахстанского и мирового кино прибыли в эту страну для участия в фестивале экшн-фильмов. Сокрушили и доказали. За триумфом сборной Испании следили 150 миллионов человек по всему миру. Как это было в Алматы, далее выпускаем. Сегодня в Петропавловске встречали с оркестром не высоких гостей, а железнодорожный состав. Новый 151-й скоростной дебют по старому маршруту Алматы-Петропавловск уложился в рекордное время. 18 часов 45 минут. Это почти вдвое быстрее, чем раньше. Но на этом сундугашу радости не закончились. Пассажирам впервые предложили сервис, который большинство привыкло видеть в западных фильмах, но никак не в наших доморощенных поездах с душком. Речь о системе микроклимата, баре, телевизоре и возможности заказать еду прямо в купе. Ольга Витокевич выяснила, какое из чудес скоростного рейса больше остальных зацепило его первых пассажиров. Вот эти все встречающие должны были собираться на перроне ближе к часу ночи. Поезд Алматы-Петропавловск сократил от ожидания на 18 часов. А еще добавил комфорта. В этом составе нет общих вагонов, только купе. Крошенный лентами поезд, переполненный перрон и оркестр так когда-то встречали победителей с фронта. Это тоже своеобразная победа для железной дороги. 19 новых вагонов даже внешне не похоже на то, что видели прежде в Петропавловске. А первый вопрос к пассажирам один на всех. Ну как? Даже не заметили, как доехали, да? Да. Сели, поиграли, поужинали, проснулись уже здесь. Немного устала, уши немного залаживала, но ничего. Хорошо. В Алматы нас провожали. Ой, хорошо, прям я рада. И подарили вот юрту. И в Чучинском, в Копчетове хорошо встречали. Там музыка, танцы. Танцевали на остановках, а в пути пассажирам надо было успеть посмотреть многое. В этом поезде даже электростанция и то своя. Уже не говоря о системе климат-контроля и вакуумной утилизации отходов. Но пассажиры запомнили больше не электронные штучки и барную стойку, а чудо в конце каждого вагона. Открытие для них это биотуалет. Все думают, что туалет здесь обычный, а у нас биотуалет. Нам Назарбаев чудо поезд послал. Вот, посмотрите. Какой нам поезд пришел? В середине что творится? А в середине два вагона – ресторан и отдельно бар. Кстати, пассажирам можно туда и не идти, а заказать обед-ужин прямо в купе. Да и сами вагоны сильно отличаются от своих предшественников. Отличается особой комфортностью, ввиду того, что в нем несколько меньше мест, чем в тех вагонах, к которым мы привыкли. Есть установка микроклимата. Она подается по специальной системе. И, естественно, пассажир может регулировать ту атмосферу, в которой он желает находиться. Все вагоны отечественные сделаны в Астане. Цены на билеты варьируются. Около 12 тысяч в будний день, 14 с лишним выходные. А еще этот поезд должен разгрузить самое напряженное – алматинское направление. У нас заключен контракт на 420 вагонов до 2015 года. Ежегодно завод будет выпускать 140 вагонов. Таким образом, к 2015 году мы организуем 8 основных направлений по всему Казахстану скоростного движения. Ну а следующее чудо-поезд уже из Астаны встречать октобе по плану этой осенью. Ольга Ютукевич, Дмитрий Ройс, 7 канал, Петропавловск. Компания «Казахтелеком» подвела итоги республиканского конкурса IT-проектов «Осуществим мечту вместе». Ведущий инфокоммуникационный оператор первым в Казахстане применил идею краудсорсинга, концепция которого предполагает использование, Сандугаш чего бы ты думала, коллективного разума. В течение месяца жюри отбирало лучшие IT-работы. Всего в компанию поступило около 60 заявок. По итогам конкурса лучшим краудсорсером Казахстана стал разработчик социальной сети из Усть-Каменогорска. Подробнее в материале наших корреспондентов. В компании «Казахтелеком» подвели итоги конкурса IT-проектов «Осуществим мечту вместе». На суд жюри целый месяц поступали разработки казахстанских новаторов. От желающих покорить всемирную паутину не было отбоя. Поступило почти 60 заявок. С нашей стороны победитель конкурса получает возможность реализации пилотного проекта на базе существующей инфраструктуры «Казахтелекома». Конкурс проходил в течение месяца, с 27 апреля по 27 мая. И вот мы подводили итоги. И в целом сегодня видим радостные лица победителей, радостные лица активных участников. Главной изюминкой нынешнего конкурса авторы называют идею краудсорсинга. Концепцию использования коллективного разума «Казахтелеком» применил первым в Казахстане. Презентованные работы пока не обещают повторить славу в Википедии, но их рывок на конкурсе специалисты называют неплохим стартапом. Перспективное будущее пророчат проекту-победителю в социальной сети с забавным названием «Гыр-Гыр». Название немножко смешное, но оно такое нейтральное, молодежное, сленговое. «Гыр-Гыр» – это вот разговор, общение. Чтобы никого не обидеть в нашем многонациональном государстве, я сделал нейтральное. Ну, особо тут выдающегося ничего нету. Просто все известные технологии, все известные серверы собрали воедино и разместили его именно на серверах «Казахтелекома». Работу Халикова назвали лучшей сразу по нескольким критериям. Готовность, финансовая эффективность, инновационность. Без нее стать самоокупаемым проекту действительно сложно. Но главная возможность использовать все ресурсы и платформы «Казахтелекома». Ресурс позволит казахтанским пользователям обмениваться аудио, видеофайлами и документами, а также проводить видеоконференции. Задача компании – дать возможность победителю воплотить оригинальную идею в жизнь. Дальнейшая судьба проекта зависит от того, насколько интересным он станет для пользователей. Анжир Бурхамбаева, Артем Злобин, Седьмой канал. В Астане открылся международный кинофестиваль экшн-фильмов. Кинематографическая тусовка уже стала традиционной и проходит, как и прежде, в канун Дня столицы. На этот раз киноманов порадуют своим присутствием. Винсан Кассель, Владимир Миншов, Асан Алиашимов, Рашид Нугманов, Венера Эдигматулина, Акан Сатаев и Санжа Армадиев. Список, Сандугаш, я хочу уточнить, совсем не полный. Зато полным оказался набор торжественных атрибутов, включая дефиле по красной дорожке. Основатель и идейный вдохновитель кинопосмотра Тимур Бетмамбетов опять же в традициях жанров постарался создать интригу вокруг третьего фестиваля и заявил, что этот раз кинопраздник будет не похож на предыдущий. Почему, спросим у Дамира Айдарова. Парада звезд боевиков 90-х годов на международном фестивале экшн-фильмов Астана больше не будет. Красная дорожка теперь отдана более молодым представителям кинематографа. В этом году фестиваль сделал очень значительный шаг в сторону молодых кинематографистов. Мы больше не устраиваем фарады звезд 90-х годов. Мы решили потратить все силы на то, чтобы Астану сделать местом, центром азиатского кинематографа. Ни один солидный кинофестиваль не проходит без метров и признанных звезд. В Астане было всех понемногу. Актеры с мировым именем, казахстанские звезды, продюсеры, певцы, артисты и просто светские тусовщики. Столичные жители, которых оказалось чуть меньше, чем самих гостей, уже избалованы визитами различных заменитостей. Тем не менее, приветствовали каждого гостя на красной дорожке. Меня все помнят, меня никто не забыл, оказывается. Все отлично. Ребята, я всех рад видеть. Привет, Казахстан. Особенно солидно в этом году на фестивале представлен азиатский кинематограф. В Астану приехали представители лучших школ Японии, Кореи, Китая. Вместе с казахстанскими коллегами они будут участвовать в мастер-классах и снимут короткометражные фильмы. Этот фестиваль поможет сблизиться не только к культурам, но и, в частности, к кинематографии и самим ребятам. Идейный вдохновитель и президент кинофестиваля Тимур Бекмамбетов, как и положено, приехал не с пустыми руками. В Астане он презентовал свой новый экшн-фильм «Президент Линкольн. Охотник на вампиров», который недавно вышел в мировой прокат. Очередная фишка от Бекмамбетова. В ленте нет ни одной звезды. Главного героя сыграл 19-летний актер. Сам режиссер называет свой продукт крайне спорным. Еще никто не снимал фильм про первого президента США, в котором он с топором в руках сражается с вампирами. Скорее всего, то, что я сейчас вижу по оценке рынков, скорее всего, этот фильм не будет коммерческим, большим, успешным блокмастером. Он станет тем самым, как мне кажется, необходимым для кино фильмом, который людям немножко смещает точки зрения, которые всех будоражат. Картина снята в модном сейчас формате 3D. Главного героя, кстати, научил драться и разработал всю технологию боевых сцен казахстанский каскадер Игорь Цай. Теперь Бекмамбетов обещает вернуться к работе над созданием отечественного экшн-фильма «Золотой воин». Проект находится еще на стадии разработки сценария. Когда он выйдет в свет, сказать никто пока не может. Зато в Астане скоро появится свой супергерой. За три дня молодые участники кинофестиваля не только должны научиться новому, но и создать современную мифологию столицы. И, возможно, образ астанинского супергероя также послужит основой для нового экшн-фильма. Дамир Эйдараф, Булат Каманов, Виктор Джигерец, Седьмой канал. Другим супергероем стала сборная Испании. Сегодня десятки, если не сотни тысяч казахстанцев провели почти бессонную ночь и непростой день, не выспавшись накануне. Ты тоже смотрела матч? Болела? Не просто смотрела, но и болела за сборную Испании. Так вот, о футбольной лихорадке. Фернандо Торрес стал обладателем золотой бутсы. Титул лучшего игрока Евро-2012 испанский нападающий получил после блестящей игры в финальном матче, прошедшем накануне на киевском стадионе Олимпийский. И завершился он, как мы уже все знаем, разгромным поражением итальянской сборной со счетом 4-0. Я добавлю, Сундуга, что результат решающего матча оказался поистине сенсационным. Действующие чемпионы мира и победители прошлого и европейского первенства испанцы не просто разгромили своих итальянских соперников, но и доказали, что они готовы раз за разом подтверждать и отстаивать звание лучших футболистов планеты. В финальный матч смотрели 150 миллионов зрителей по всему миру, в том числе и в Казахстане, в Алматы, впервые под открытым небом на самом большом экране страны. Камиля Куниазова о небывалом творении сборной Испании и реакции на него казахстанских болельщиков. Сегодня ночью болельщики всего мира следили за этой напряженной игрой, где в схватке за звание чемпиона Европы боролись сборная Италии и Испании. Финал проходил в Киеве на стадионе Олимпийский. В Алматы, чтобы посмотреть на этот матч, на большом экране у Дворца Республики собрались порядка двух тысяч человек. Правда, болели за любимые команды как-то совсем вяло, без лишних эмоций и криков. Вывод один. Либо наши не умеют, либо просто слишком воспитанные для этого. Лишь некоторые из них отважились покричать. Прошло все, как говорится, чинно и благородно. Некоторые даже умудрились взять с собой коврики, чтобы наблюдать за игрой, сидя на газоне. Да и влюбленных парочек было немало. Были и те, кто сделал серьезные ставки. Некоторые даже рискнули своими машинами. Я машину поставил на итальянцев. Серьезно, Мерседес поставил на итальянцев. Если они проиграют, буду ни на чем пешком ходить. В отличие от алматинских болельщиков, Усть-Каменогорские были поактивнее. Та матч транслировали также на большом экране возле Дворца спорта. За любимую команду приехал поболеть и Аким Города, Серик Толкиваев. Правда, за какую, так и не сказал. А некоторые болельщики даже нарисовали на своих лицах флаги Испании и Италии. В нашем городе это впервые. Я думаю, это очень хорошо, большой экран. В Европе это давно пропагандируется, просто у нас это впервые. Я думаю, это очень интересно, полезно. Молодежь не будет ходить по городу, хамязить за выражение, распивать спиртные напитки. Если в Алматы пили цивильно, как говорится, по-тихому, по крайней мере, никого не задержали и ни с кем не разбирались, то узкоманцы в порыве эмоций не стеснялись афишировать то, что употребляли. Тем не менее, и в Усть-Каменогорске обошлось без инцидентов. Кстати, чиновники решили, раз уж болельщики вели себя прилично, то в будущем все крупные спортивные события будут транслироваться на больших экранах. Камиля Куньязова, Куаныш Габдулин, Дмитрий Попов, 7 канал Алматы. Таким удался понедельник. Занимайтесь спортом или хотя бы болейте за спортсменов. А мы благодарим вас за внимание и прощаемся до завтра. Увидимся, до встречи.